Еще раз о псориазе и воздействии ультрафиолета. Почему ультрафиолет не во всех случаях помогает и кажется неэффективным? Все дело в отсутствии понимания процессов, которые происходят и в организме, и в момент лечения. Основная задача ультрафиолета это не подсушивание ран или бляшек на коже. Необходимо понимать причины возникновения псориаза. Согласно исследованиям европейских эндокринологов, изменение кожного покрова происходит из-за сбоя иммунной системы, а именно из-за бесконтрольной агрессивной реакции Т-клеток. И именно они являются целью при лечении псориаза, поэтому бороться приходится с излишней агрессивностью собственного иммунитета. По мнению европейского сообщества эндокринологов, регулятором поведения иммунных клеток является витамин D. Используя специальные портативные приборы и облучая только поврежденные места, вы действительно получаете иногда положительный результат. Потому что витамин D синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета типа B. И никак иначе. Ни с добавками, ни с пищей вы его получить не можете. Но как только вы начинаете облучать большее количество поверхности кожи, уровень витамина D быстро приходит в норму. Иммунная система начинает восстанавливаться. Активный витамин D начинает контролировать действия иммунных клеток, предотвращая развитие негативных реакций на кожу. Именно поэтому необходимое излучение широкополосное, ультрафиолета с большим количеством спектра B и максимальная облучаемая поверхность. Но близкое к естественным условиям. То есть облучение должно быть одностороннее. Иначе организм не справляется. По нашему мнению Ричи Моретти это лучший выбор. И теперь у нас разумный вопрос. Если псориаз считается заболеванием неизлечимым, но по мнению Европейского сообщества эндокринологов, его вызывает нарушение врожденного иммунитета, то когда вы нормализуете врожденный иммунитет, повысив уровень витамина D и наладив работу иммунных клеток, и когда у вас пропадают симптомы псориаза, но существует пожизненная необходимость контроля уровня витамина D в своей крови, не это ли называется лечением, если больше вас ничего не беспокоит? Но такие выводы никому не выгодны. Используйте правильное оборудование и не болейте. Продолжение следует...